Думская ТВ Думская ТВ Думская ТВ Они по разным каналам, и телевизионам, и интернет-каналам. К слову, все такие моменты, которые касаются мэра города, они как-то отображаются на экономической ситуации в городе? Например, инвестиции, потенциальный инвестор увидит, что происходит. Я думаю, что касательно инвестиций, то здесь играют роль другие факторы. Хотя это тоже нельзя сбрасывать со счетов, когда к мэру города предъявляются какие-то претензии. Но я думаю, что большой объем инвестиций в нашу страну сейчас невозможен по определению, потому что политическая ситуация, военно-политическая ситуация и так далее, она всем видна, всем понятно, известно. Согласны вы с тем, что город Одесса в экономическом плане находится не в лучших своих, конечно, позициях, но в отношении всей Украины он занимает достаточно приятное место. Вот экономически еще живет город. Есть регионы, которые не могут похвастаться даже половиной того, что делает Одесса. Ну, Никита, я тут с вами согласен, что еще город живет, хотя вот тот колоссальный потенциал, те ресурсы экономические, которые в Одессе были, еще остаются вот столь бездарно использовать, как они используются вот все эти вот десятилетия. Скажите, а почему в последнее время город Одесса ассоциируют только лишь, как такая туристическая мека и не более того, хотя потенциала очень много? Ну, потому что Одесса, собственно, градообразующим предприятием для Одессы, то есть, с чего начиналась Одесса? Начиналась с порта, с моря, с мореходяйственного комплекса. Это был порт, это было Черноморское морское пароходство, судостроение, ну, не само Одесса, судоремонт и так далее, и так далее, и так далее. Плюс Одесса очень быстро превратилась и в один из крупных промышленных центров. В советское время, вот, вплоть до развала Союза, это был мощный станкостроительный центр, ряд производственных объединений всесоюзного масштаба, экспортировавший свою продукцию в разные страны и регионы мира, другие промышленные производственные предприятия, плюс крупный рекреационный центр. Сегодня станкостроение в Одессе уничтожено. От санаториев многих остались, как говорится, рожки до ножки. Сейчас доедают оставшиеся, как говорится, детские лагеря, вот как сейчас на Авдеева-Черноморского лагеря, Аврора, кондитерской фабрики, вот, насколько я понимаю, хотят раздеребанить. Вот поэтому и произошли такие изменения. А давайте, кстати, посмотрим, какие возможные решения будут приниматься на завтрашней сессии. У нас есть сюжет по этому поводу, смотрим его и возвращаемся к обсуждению. Одессе нужна сессия. Если депутаты не соберутся, то коммунальные службы могут остаться без денег, а их сотрудники без зарплаты. На заседании народные избранники должны рассмотреть бюджет развития. Об этом заявил Александр Орлов. Также необходимо рассмотрение социальной и медицинской программ. Депутат предлагает рассмотреть эти необходимые вопросы, но исключить спорные. Это касается дела Краяна. Напомню, 13-ю сессию горсовета перенесли с 31 января на 16 февраля. Взять один такой момент, как кормление больных в больницах. Ну как, это остановить, что ли? Поэтому я считаю, что вот эти игры, там, переноси сессии, это нельзя, ее надо проводить. Ну, безусловно, есть вопросы, которые просто нельзя откладывать. Да, тихущие, не отложенные, конечно. За которые нужно браться уже завтра, или, как говорится, уже вчера. Посмотрим, как завтра сложится сессия, много вопросов к ней. Я хотел бы у вас спросить, как у экономиста, который смотрит в перспективы возможного развития Одесского региона в экономическом плане. Вот куда нужно засматриваться? На что нужно ставить ставку? Ну, если говорить не о городе, а о регионе в целом, у нас мощный аграрный регион. Но у нас отсутствует товаропроводящая цепочка. Причем не только в регионе она отсутствует в части аграрного комплекса по всей стране. То есть это не только выращивание растений, поголовья скота и так далее. Это переработка, упаковка, транспортировка, хранение и так далее. То есть целая цепочка. И в этом направлении тут есть, что делать. Потому что у нас продукция сельского хозяйства идет на экспорт в основном сырьем. А переработку здесь организовать не составляет большого труда. Но любое производство требует взвешенного экономического подхода и долгосрочного подхода. А вам кажется, что вообще инвесторы не уверены в том, что долгосрочно можно зарабатывать как в Украине, так и в городе? Ну, у нас элементарно, на что смотрят инвесторы. Значит, ни один инвестор, ну, скажем так, полностью за свои деньги производить ничего не будет. Он будет брать кредит. А взять у нас кредит, ну, у нас опять повысили ставку учетную на Насбанка. То есть она у нас в несколько раз выше, чем в Европе. Поэтому какой инвестор придет сюда, глядя на наши процентные ставки банковские? — Была статистика, проводили исследование, и, как оказалось, Одесский регион вошел в топ регионов по развитию промышленности в Украине, по открытию новых предприятий. Это действительно правда? И с чем это связано? — Ну, вы понимаете, если предприятием считать какой-нибудь, как говорится, маленький свечной заводик, потому что в моем все-таки, я еще, как говорится, рос в советское время, мы понимаем, что предприятие — это большой завод, это фабрика. А когда сегодня открывается какой-то цех, которым там лепят предохранители, это, говорят, открылось производство, ну, в принципе, да. Но какое производство? — Если говорить все-таки о аграрном секторе, мы занимаем также Одесский регион, лидирующий позиции в Украине. Если да, то какие культуры конкретно? — Ну, какие культуры? Значит, ну, наш регион, вот, собственно, Южная область, Одесская, Николаевская, Херсонская, они, ну, скажем так, очень благоприятны для выращивания пшеницы твердых сортов. Она здесь растет. Здесь животноводство у нас развивается, в частности, овцеводство. Много чего. Кукурузу выращивают. Да, Господи, Боже мой, у нас очень благоприятная территория именно для сельского хозяйства. Но не хватает переработки, нет дорог, нет транспорта, нет логистики. — Монополизм в этой сфере многое решает? — Монополизм, смотря… — Ну, часто ведь жалуются люди, что вот у нас только земель, а право пользования имеет, ну, мало кто, скажем прямо, и чтобы все разрешительные документы оформить, нужно пройти семь кругов ада. — Да, ну, это государственный монополизм, это тот же госгеокадастр, да, это действительно, это катастрофа, что у нас делается, вот, в частности, оформление документов. Хотя есть давным-давно космическая аэрофотосъемка, точнейшая привязка и так далее, но чтобы собрать и получить, там, скажем, элементарно кадастровый номер, действительно нужно пройти, ну, не семь, но несколько кругов ада. — То есть, либо самому, либо заплатить за то, что это сделали те чиновники, которые должны это делать, по сути дела, бесплатно. — Если бы, действительно, украинское государство делало очень серьезный акцент на дороги, на дороги не только в городах, но и в областях, главные дороги, которые могут быть, ну, источником, да, экономического развития, или, то есть, хорошей возможности, возможности транспортировать товар, да, это бы действительно дало серьезный толчок вообще всей экономике Украины, если бы были хорошие дороги в области? — Безусловно, но, во-первых, любое строительство, в том числе строительство дорог, это рабочие места, это приобретение, это производство соответствующей техники. И так далее, и так далее. То есть, действительно, это колоссальная программа, которая не требует сторонних каких-то инвестиций, которые могло бы государство взять на себя. И при развитой дорожной инфраструктуре, естественно, что в минимизе сокращаются экономические издержки, транспортные расходы и так далее. Сегодня ведь проблема проехать, ну, элементарно от Киевской трассы до Раздельной, там где-то 10 или сколько там, 15 километров, там дороги нет. То есть, вот Киевская трасса еще есть, а вот дальше на Раздельную, которая вот здесь рядом, ближайший, один из ближайших наших районов центров, дороги автомобильной нет. И, естественно, что возникает вопрос, как доставить вот ту продукцию сельского хозяйства, которую выращивают в Ширяевском, Атнянском, там и так далее, и других там отдаленных районах. Так даже ближних районах не всегда, из ближних районов не всегда ее удобно доставлять. Проблема. Надо делать акцент на дороге. Безусловно, Европа – это дороги, Китай сегодня – это дороги, Соединенные Штаты – это понятное дело, что это дороги. А Украина – это бездорожье. Скажите, ну, конечно же, экономика также не только от дорог зависит, но и от количества экспорта, который мы в ответ на импорт отдаем. Почему у Украины такой низкий показатель? Мы неконкурентоспособная страна вот в этом вопросе. Ну, скажем так, ну, допустим, весь украинский экспорт – это едва ли польский экспорт только лишь сельхозпродукции. Здесь вопрос, с одной стороны, конкурентоспособности наших товаров, а с другой стороны, недолгосрочность нашей экономической политики. Никто не хочет вкладывать деньги в долгосрочные проекты, чтобы продукция была конкурентоспособной, значит, ее нужно как-то перерабатывать и придавать ей соответствующий вид. Но, значит, нужно строить предприятие по переработке. Это долгие деньги, это длинные деньги. То есть, люди ждут, что вот мы сегодня вложили, через полгода, максимум через год мы окупим, потому что не знаю, какая будет власть через год. Поэтому процветает строительство недвижимости, да? Ну, в частности, строительство недвижимости – это способ, ну, как-то так, легализовать свои деньги, где-то, может быть, даже, извините, отмыть, потому что во всем мире строительный и мусорный бизнес – это, так скажем так, способы отмывания денег. Тем более, что когда идет массовое такое строительство, когда без планов, без ничего, вдруг посреди частного сектора вырастает какая-нибудь там свечка и так далее, где нет ни дорог, ни коммуникации, ничего, мы понимаем, что это просто вот чье-то денежное решение. – Многие экономисты говорят о том, что, ну, пытаясь найти хоть какие-то положительные стороны в повышении роста доллара в отношении украинской гривны, ищут положительную сторону, что инвестор может зайти в Украину, потому что труд будет дешевле ему стоить по оплате, но, тем не менее, не заходит. Не является это привлекательной вот такой точкой. – Ну, это, как говорится, при прочих равных, но мы сегодня не можем конкурировать по привлечению инвестиций с тем же Вьетнамом, который перетягивает за себя уже часть китайских инвестиций. Сегодня одна из бурно растущих экономик мировых – это Вьетнам. Там размещается производство, приходят фирмы, в том числе, переходят из Китая. И мы создаются соответствующие условия. А у нас, мы понимаем, что если что-то произойдет не так, то что делать инвестору? Обращаться в наш украинский суд? Ну, я думаю, что не надо смешать людей, как решаются вопросы в наших судах, и сколько времени они могут тянуть. Даже если они решатся абсолютно правильно, честно и по закону. Но это займет сколько лет жизни и здоровья у тех, кто туда обратится. – Подводя итоги, Украина действительно аграрная страна, и страна, в которой еще есть металлы, возможно развитие металлургической промышленности? – Ну, у нас еще пока не убиты полностью ракетно-космические технологии. У нас до конца не убиты ядерные технологии. И пока они у нас есть, Украина не может быть аграрной страной. Потому что во всем мире аграрная страна – это банановая республика. То есть, да, у нас мощный аграрный потенциал, у нас треть мирового чернозема. И естественно, что его нужно использовать с выгодой для страны, а не просто разбазаривать. – Ну что ж, спасибо вам большое, что мы вот словно поскакали по экономическим болевым точкам и Одесского региона, и страны. Не знаю, получится ли что-либо менять в скором времени, однако заглядывать в перспективу… – Ну, будем надеяться. – Спасибо вам большое. – Михаил Борисов, экономист, был у нас в гостях. К этому часу подводим итоги всего информационного дня, ну и, конечно же, итоги голосования. Напомню, как оно звучало. Освобождение Труханова на поруке и три варианта ответа. Это правильно. 49% принявших участие в голосовании. Это несправедливо. 38% и все равно бы отпустили 13% из тех, кто принимали участие, проголосовали. – На этом у нас все. Передаем финальное слово Али Есиной с выпуском новостей. Мы увидимся, как всегда, завтра в 15.00. Хорошего дня. – До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова